всем привет ребятки я в торговом центре зашла в книжный потому что мне нужно вот такая кисточка фокусируйся фокусируйся но не фокусируется в общем нужно кисточка проекта это колпачок от нее потеряла ну да ладно и хожу смотрю вообще что здесь у нас есть он у нас новый хотя может не новое но так как я тут была в отсутствии но не знала тут много всего интересненького трудно быть послушным это согласна это так а я тут занимаюсь творчеством и мне на волберис пришли мои краски и альбом но не было кисточки 1 у меня есть вот вторую взяла и будем сейчас придем и будем с вами рисовать купила кисточку о чем сказать самая дорогая кисточка моей жизни я только начало конечно свое творчество но в результате нам не стоит 2 рубля что вы знали я на волбеке заказала целый набор за 5 этой же компании ну в общем как то вот так вот но она мне нужна потому что хочу начать уже рисовать сегодня кстати с вами сегодня мы и начнем это дело а следующая наша остановка мы с вами смотрим цветочки какие кактусы красивая точнее семена цветов которые для моей мамы для сада ну здесь обычные сейчас пойдем чуть дальше красоту посмотрим ну в общем тюльпаны мы ищем тюльпаны тюльпаны есть только вот здесь и вот такие вот а это не тюльпаны это и рис его тюльпанчики вот такие они все по 10 рублей 10 рублей за 5 штучек в упаковке итак смотрите мои покупочки ну вот самая дорогая кисть мне надо она просто чтобы нарисовать стебельки ну ладно потом тюльпанчики это маме в сад будем потом их наблюдать красивенькие потом красочки это детские вообще краски акварельные потому что буду пробовать я только акварелью рисовать и вот 10 они здесь вас 20 листов у специальной акварельной бумаги потому что она особенно она не размокает и не появляются такие точечки поэтому вот это все я купила плюс почему давайте расскажу по поводу того почему это я так занялась изобразительным искусством потому что у нас когда мы живем нашу жизнь это обычно там работа потом там семья дети если у кого есть они если ни у кого нету там мы стараемся либо приходим ничего не делая либо там придумываем какие-нибудь хобби так вот хобби это очень важно важно уметь переключаться и важно уметь как бы расслабляться раз ну давать команду своему мозгу что вот мы занимаемся этим мы расслабляемся плюс идет может вы замечали когда ты постоянно в стрессе в стрессе в стрессе в такой зажатости ты постоянно там работаешь что-то делаешь чего-то достигаешь очень сложно потом наслаждаться чем-то ну наслаждаться там отпуском наслаждаться просто выходными там или куда-то ездить и вот все равно твой мозг находится вот в этом стрессе поэтому вот чтобы отпускать это все чтобы учиться а как бы наслаждаться жизнью будет вот счастливым ну вот это абстрактное счастье это необходимо наш мозг тренировать и вот я тренирую я всегда себя то же самое всегда вот зажатость теперь у меня очень много разных хобби я вот веду этот блок у меня есть мои тренировки у меня есть сейчас вот рисование я пробую разные техники пробую что мне нравится что не нравится как у меня получается сейчас я начала рисовать карандашом человеческое тело как вот пропорции вот всего мы с вами рисовали мою картину давайте на него посмотрим тут у меня единственное белье сушится вот эту женщину здесь я еще пропорции все не совсем верно нарисовала но следующий раз будет получше поэтому именно из-за этого я и занимаюсь всем этим творчеством это очень нравится ну плюс у меня много свободного времени даже если бы было немного даже если бы это был один час на себя в день все равно очень важно как бы выдыхать очень важно находить что-то именно вот для души что-то что вам будет вот приносить удовольствие рисование вот мне сейчас очень нравится давайте посмотрим немножечко на моего кокосика мы с ним сегодня носились вообще какой-то очень активный у кошек я не знаю всех но вот у моего конкретно это периодами то есть два дня он может спать а потом он начинает носиться несколько дней а потом опять у него идет спать так что по поводу моего камина ситуация такова один уже гексагон отвалился но я его назад приклеила сейчас жду а если не отвалится то пускай лишь но скорее всего он отвалится я придумаю чем у меня есть двухсторонний скотч на на двухсторонний скотч приклеиваю так что вот так вот пошел кокос он уже обнюхал но ему не очень интересно он иногда свечи начинает катать по полу а так нет а это моя вторая интерьерная картина точнее первое которое нарисовал который мне очень нравится хотя сейчас я бы уже немного по-другому нарисовал вот кокосик смотрит делаем сегодня с вами мы творожные вот моя малютка я моя показала ту которая купила вот у меня какое тесто получилось и сейчас его туда а я чуть-чуть смазала вот эти вот полости смазывала маслом авокадо и и теперь и минуты ждем и так вот наши вафельки тире сырнички у них зажаренная корочка и вот они конечно когда полежат корочка пройдет зажарена но если их сразу съесть то получается вот оля сырные вафли точнее творожные творожные вафли мне очень нравится рекомендую я делаю не солеными не сладкими за счет этого могу добавлять допустим паштет сверху а тут у меня пошли следующем и вот так вот делаем все вот так и классно я так делаю на работу с утра нажалила взяла с собой на работу и потом как перекус и так время рисовать что я тут подготовила будет вот это вот штучка значит лист бумаги мой специальный для акварелей 2 акварельки вода и помните я покупила дорогую кисточку а потом дома у себя нашла вот такую ну то есть по хорошему можно было не покупать но у меня есть теперь 2 на самом деле я нашла еще одну маленькую то есть у меня есть теперь 3 маленьких для вот таких одна такая и еще я заказала целый набор но подожду пока он придет пока не пришел сегодня будем рисовать сейчас выберу что будем рисовать и потом покажу что у меня тут получилось рисуем акварелью а а а а а а Ну, в общем, что-то у меня тут не задалось этой акварелью, потому что она-то дешманская, и она абсолютно не растекается, так как вот она должна была растечься. Вот смотрите, что у меня получилось. Ну, такое себе, такое себе. Короче, на выброску буду пробовать что-то другое. Итак, после моего провала с акварелью, смотрите, что нарисовала. Он сейчас еще высохнет. Вот такую девушку с цветами. Единственное, вот здесь вот это должно быть белое, но у меня белая краска закончилась, поэтому, к сожалению, и тут должны быть еще белые как бы разводы, но у меня нет белой краски, поэтому не получилось. Я, может, у меня есть паста текстурная, может, я сейчас паста текстурная, потому что это мастихина. Надо вот так делать. Короче, короче, какова суть дела? Краски вот эти классные, мне они понравились. Куплю еще, у меня уже закончился желтый, красный и белый. И синий. Один из них из синих тоже уже подзаканчивается. Ну, в общем, акварель дешевая, это дешевая акварель. Ничего у меня с ней не получилось. Вот одна из, которую вы... И вот вторая тоже, которая не так, как она должна быть. То есть, в чем фишка? Дорогой, дорогая акварель, она красиво растекается. Дешевая акварель растекается вот так вот. Ну, короче, или вот так вот. Поэтому акварель пока что мы забываем. Может, еще потом что-нибудь помалякаю, но вряд ли. Буду рисовать вот такими вот акриловыми красками. Вот, потому что у меня получается, а когда получается, я получаю удовольствие от этого. Вот так вот. А вот и мой финальный результат. Вставила в рамочку вот так. Конечно, еще тени не очень сделаны. Плюс надо было чуть-чуть глубины добавлять. Ну, в общем, пока что вот так вот. Я вообще довольна. Мне нравится. Оно меня развлекает. И как бы и результат неплохой, как на мой взгляд. Так что, вот так вот. Мы с вами сегодня готовим штрудин. Я нарезала яблочки в произвольной форме. У меня вот такое вот замороженное тесто. Оно у меня слоеное, дрожжевое. Уже подошло к нити, распирает. Так что пускай чуть-чуть отдохнет, пока моя начиночка стынет. Значит, что у меня орешки. Орешки у меня лежат в духовочке, сушатся. Сейчас я их с сахаром растоплю, карамелизирую. Не только орехи вместе с яблоками. На сковородке. Потом чуть-чуть на сливочном масле. Чуть-чуть. И остывать оставлю. И буду раскатывать тесто. Тесто раскатаю, туда яблоки и все в духовку. Так что делаем. Орешки готовы. Здесь у меня три вида орехов. Это у меня был миндаль покрошенный, грецкий орех и пекан. Я его все раскрошила. Сейчас, наверное, как-то многовато. Я сейчас половину попробую добавить, потом посмотрю, чтобы не сильно перебивало. Мои яблочки. И все, отправляем в сковородку. У меня сковородка маленькая, поэтому я в два приема буду это делать. Итак, на сковородку я уже добавила кусочек маслицы чуть-чуть. Чуть-чуть сахара. Здесь полторы ложки. И сейчас, короче, я все смешала. Сейчас половину обжарю, а потом вот у меня еще кусочек масла. И еще раз сделаем это. Потому что теста много, чтобы все сразу сделать. Точнее, два буду делать. Вот так вот у нас карамелизуется все это. Сейчас вот уже сахар растаял. Он сейчас яблочки со всех сторон. Облепит. И все. И можно в следующую паку. Вот моя следующая паку. Итак, готова моя начиночка. Тут главное не передержать. Ну, чтобы в кашу, вот она должна быть такая аль денте. Чтобы в кашу это все не превращалось. Потому что в штуруделе яблочки, они как бы должны быть целенькие. Они не должны превращаться в повидло. Поэтому это пускай теперь минут 20 остывает. И потом будем наше тесто раскатывать. Итак, заворачивать. Заворачивать можно по-разному. Можно вот такой колбаской посередине. И просто вот так вот завернуть. Либо можно вот так вот, как я. Я не знаю, мне вот больше нравится, когда оно как бы прослоено еще в серединке. Кому-то нет. Кто-то любит, когда начинка просто в серединке и сверху вот такое тесто. Поэтому сворачиваем на противень. Да, у меня тут все еще мой старенький, старенькая вот эта подложка. Все, пытаюсь новую купить. Но я очень не люблю силиконистые. Потому что они такие слизкие. А этот не силиконистый у меня. Он такой, как бумага. Как пергамент. Ну, как пергаментная бумага, только такая многоразовая. Ну, все, сворачиваем на противень. Обмазываем, либо не обмазываем, я еще не знаю, желтком. И 180 градусов где-то минут 15-20. Ну что, вот он красавчик, готов. Не смазывая я желтками, смотрите, как хорошо. Корочка зажаренная. Давайте разрежем, посмотрим, что там внутри. Смотрите, какая красота внутри. Сейчас мы положим на такую красивую тарелочку. Я заварю себе гречишного чайка и буду наслаждаться. Всем самое доброе утро. У нас сегодня раненько я встала, потому что иду к аллергологу. Угадайте, сколько у нас аллергологов в Минске. Ну, кажется, Минск, да, большой город. Ну, относительно Республики Беларусь. Их ровно один. Один. Находится у черта на куличках. Ехать далеко. Я ехала приблизительно где-то один час. Поэтому пришлось и рано встать. Такое лицо подпухшее, потому что я вчера свою адское варево, то есть комбучу, то есть чайный гриб, как раз таки переделала, потому что сегодня мы с вами поедем в Гомель. А в Гомель мы поедем, будем делать тушенку. Вот такие вот у нас тут дела. Я, по-моему, вот куда-то, куда-то вот сюда вот мне и надо. Пошло вот такое здание. Сейчас еще надо на карте глянуть. Сейчас еще вот это вот все закрыто. А вообще к аллергологу я чего? Потому что я каплями капаю. У меня аллергия постоянная. И я уже капаю, ну, знаете, где-то, где-то, наверное, года два или три, ну, постоянно. И мне кажется, надо как-то, как-то скорректировать мое лечение. И, конечно, все это время я не была у аллерголога. Нашла вход. Вот он, вход. Так что вот так вот выйду, потом расскажу, что и как там мне сказали. Так, я пришла. И здесь никого. Никого нет. В регистратуре один человек. Вот что значит поликлиники у черта на куличке. Вот мой аллерголог кабинет одиннадцатый. И вот он, одиннадцатый кабинет. Ну, мне еще через сорок минут, поэтому буду сидеть ждать. Ну, в общем, вышла я. Еду на работу. Ну, сейчас поеду на работу. Что мне сказала? Надо сдать кровь. Кровь только в понедельник. А в понедельник я буду в Гомеле. Поэтому через неделю приеду, сдам кровь. Там они мне уже скажут, ну, после этого две-три недели мы ждем. И только после этого говорят, что там по аллергиям. Плюс мне надо обстричь своего кота и принести шерсть кота. Будем смотреть, есть ли аллергия на кота. А по поводу моего глаза она сказала, что это не аллергия сто процентов, потому что так наше тело не работает. Ну, то есть нельзя, чтобы чесался только один глаз. И нельзя делать так, чтобы только один глаз опухал. То есть это, скорее всего, не то. Она мне посоветовала какие-то гель, которые вот надо мазать как бы глаз и вот ресницы. И сказала, что вот посмотреть, как он будет работать, потому что он снимает вот эти все воспаления. И, скорее всего, это вот в межресничках. У нас живет постоянно какой-то там клещ. И вот если они не размножаются больше, чем положено, то тогда все нормально. А если размножаются, то тогда может опухать вот конкретно один только глаз, как у меня. Поэтому буду, куплю его, этот гель, буду лечиться им. Так, тут надо мне до рук где-то перейти. И через неделю поеду сдавать еще сюда кровь. Ну, что, так вот. Стоим, ждем автобуса. Нам тут ехать ровно две минуты до вокзала. Посмотрите на моего трусняшу. Спрятался, пока что еще не привык. Шумов слишком много. Всем самое доброе утром. Мы уже приехали в Гомель. А вот мой Кокасандр сидит. Ох, он такой беспокойный кот, когда приезжает в Гомель. Тут же кошки. Вот эти вот кошечки. Вот эти вот кошечки. Которые. Ну, они вообще ничего не делают. Ну, вот он, конечно же, да. Он вокруг них бегает. Он мяукает. Постоянно их куда-то зовет. Так, кстати, выглядит внутри наш коридор. Давайте выйдем с вами, посмотрим, что там у нас. Вроде должна быть малина. Мы же купили дорогую малину в прошлом году. В этом году она уже дала свои плоды. И все лето она дает малину. Там только один куст. Ну, вот пропал у нас виноград. Он у нас с этой стороны еще более-менее. Но вообще, сейчас я покажу. Вот стой. Вот он, весь пропавший. Что значит пропавший виноград? Это вот так он выглядит. Он, что-то на него какая-то болезнь напала. И вот оно все пропало. Заминенько, смотрите, тут уже все. Конечно, немного. О, а вон малина. Идем с вами малиной. Здесь все. Вот еще одна кошандар. Привет, кошандар. Она у нас всю жизнь, вот у нее такой голос. Она такая крикливая кошка. Но она это не то, что кричит. Она как будто с тобой разговаривает. Да? Рассказывает все новости. Говорит, у тебя не было. А я вот сейчас тебе все порассказываю. Так, подожди, Пушик. Я тебя потом поглажу. Я им говорить не могу. Она же на улице ходит. И на шерсть собирает очень-очень много пыли. И я тогда чихать начинаю. Как сумасшедшая. Подожди, Пух. Смотрите. Ох, вот она. Это ли не красота? Это ли не красота? Да, вот даже не жалко. Она стоила в прошлом году то ли 15, то ли 20 рублей. Ну, наших белорусских. И, ну, а вот это вот обычная малина. Вот эти обычная. И вот эта, которую мы купили, дорогую. Я не знаю, спрошу маму, можно ли ее вообще расплодить. Потому что таких бы вот посадить вот вместо вот тех 3-4 и на вот этом малюсеньком участочке нам больше ничего и не надо. Для моего счастья. Потому что малину люблю я. Вот, смотрите. Смотрите. Это не малина, это красота. Это поскромнее куст. А вон тот куст. Это да. Это да. Не зря деньги отдавали я. Очень надо. Ладно, буду же гладить кошку, потом вернемся к с вами. А тут у нас, смотрите, что появилось новенького. Вон, во-первых, ириска бежит. Почти сорвал он свой ошейничек, болтается. Вот такой вот козыречек. И вот у нас появилась вот такая дорожечка. Кошка все еще со мной. Я ее уже выголодила вдоль и поперек, но ей все мало. Вот, будет накрываться еще. И вот такая вот красота у нас тут появилась. Это к дверям, которые выходят на улицу. А вот наш ирисончик, сальтисончик. Вообще, давайте покажу вам, когда открывается дверь, что у нас тут. А здесь у нас вот так вот выглядит. А вот эта территория, это территория деревообрабатывающего комбината. Всем доброе утро, ребята. У нас сегодня утро началось очень рано. Это у меня следы от костра. Сейчас вам покажу. Делаем мы тушенку. Тушенку мы делаем в автоклаве под давлением, в автоклаве до кипения. И потом, соответственно, она остывает, и тушеночка готова. Вот так вот выглядит у нас уже автоклав. Он у нас уже старый, ему уже несколько лет. Держим сейчас вот под кипением. Уже прошло у нас 40 минут. 40 минут, и вот там уже маленький огонек. Вот она сейчас поддерживающая. Это не обязательно на костре делать. Можно просто ее, допустим, если позволяет плита газовая, то можно на газовой плите. И, конечно же, автоклавы бывают, это большой, на 30 литров. Они бывают поменьше, допустим, на 5 банок только. Сюда маленьких банок 0,5 влазит, по-моему, 5, 10, 15 штук. Ну, в общем, точно не знаю, но как бы их много. Либо можно литровые же тоже, либо 2-литровые. Ну, в зависимости, просто их меньше будет туда становиться. Так что вот так вот. Потом ты все это как бы остынет где-то часов через 10. И все, и достаем оттуда тушенку, и тушенка готова. Домашняя тушенка. А тем временем, пока там у нас тушеночка, я здесь колю при помощи молоточка орехи. Колю орехи. Это вот мой дядя передал нам тут очень много. Поэтому вот делаю вот таким вот занимаюсь. Баночку. Потом у меня вот такая еще емкость. Буду слаживать туда орешки. Вот так вот. И пойдем сегодня еще в лес. А в лес мы пойдем. А в лес мы пойдем, потому что я хочу на Новый год сделать поделку. То есть на входную дверь повесить венок. Знаешь, такой рождественский. И мне нужны шишки. Поэтому за мной приедет подруга, и мы с ней поедем в лес. Прогуляемся, подышим свежим воздухом. И заодно насобираем мне шишечек. А сейчас мы с вами после леса заехали как раз к моей знакомой. Она только что купила дом. Вот это мы гараж смотрим. Тут очень большой участок. Посажены и фруктовые деревья, и виноград. Сейчас смотрите, мы с вами очень красивые. Смотрите, сколько груш. Очень красивый участок. И у них там есть даже, ну даже сложно назвать это погреб. Это просто бункер. Вот это вот сооружение из красного кирпича. Это бункер. Классный дом. Всем привет, ребята. Давайте поздороваемся с нашей пушечкой. Пушечкой-зайчушечкой. Смотрите, вот такая тушеночка у нас получилась. Красота. Потом с вами откроем какую-нибудь баночку. И попробуем. Вышли мы на улицу. Кокосик мой тут за птичками смотрит. Пойдемте глянем. Куда это он направился? А, не, никуда. Вот он. Вот он сидит, зайчонок. Пойдем. Продолжение следует...